Почему сейчас ЦСКА скорее ближе к Монголии, чем к клубу Гагарина очередного? Кто виноват? Сергей Федоров или кто? То есть у вас были там Яшкин, Гусев, то есть топ-игроки по уровню лиги. Нет, нам не надо, давайте мы возьмем вот, ну... То есть он хотел бы играть в ЦСКА, это прям видно. Многие игроки, которые шли из ЦСКА, то они стали ведущими в других командах. Ротенберг и ЦСКА, это аналогия как Тихонов и ЦСКА во времена СССР, когда они мили всех лучших со всей страны, делали базовый клуб сборной. Всем привет, привет, ребята, передача «Отдел хоккея» мы снова с вами. Снова мы с вами, привет, ребята, передача «Отдел хоккея». Виталий Славин, Павел Лысенков, Андрей Юртаев, и мы обсуждаем горячие хоккейные темы. Горячие пирожки. Какие-то из тем вы можете предложить даже в комментариях. Как этот Белядинов пошутил, там, в Zoom, говорит, Тимур, говорит, его команда. Задавали вопросы. Говорят, а что, больше вопросов нет, но я пошел. Я это видел. Такой довольный был, да, проиграли они. Сразу скажу, мы пишем две передачи, да, и во второй передаче мы поговорим про «Торпедо», потому что «Торпедо» я прям невероятно кайфанул, когда сходил на их матч. Вживую они приезжали в Московский регион, и я думаю, вы тоже получаете удовольствие от игры команды Лорионова. Там прям хоть большую передачу можно этому посвящать. Так что о «Торпедо» мы поговорим. Все, как вы любите. Сейчас, конечно, интересный такой челлендж у меня в Телеграме нарисовался. Вот когда СКА проиграл в очередной раз, это был, по-моему, четвертый раз они подряд проиграли, я написал в Телеграме, что следующие семь матчей они наберут минимум 10 очков. И потом они проиграли Сибири. Вот там 2-1 проиграли, при том, что там они перебросали к типа там 46-20. Ну там вот эти, помните, невероятно, когда там Ротенберга удалили за то, что он просил судьбу просмотра взять. Но мой челлендж катится к тому, что он сбудется, потому что у них пошла победная серия у СКА. И весь вопрос у меня к вам, зачем им теперь так нужен Никита Серебряков. Про него я еще расскажу, но у них же получается, что Артемий Плешков, вратарь молодой, прям играет невероятно. То есть это как раз тот самый момент, когда в нашей лиге вот он, молодой парень, взошел, и он должен играть как можно больше. Слушай, зачем им Серебряков, при том, что у них есть еще и Матсон, Николаев. Как все это делить игровое время? Ну это же, это же, сейчас это просто частный пример вот того, как СКА в принципе комплектуется в целом на протяжении последних лет. То есть тут по половине игроков можно задавать вопросы, а зачем вам еще и вот этот? То есть у вас были там Яшкин, Гусев, то есть это топ игроки по уровню лиги. Нет, нам не надо, давайте мы возьмем вот, ну, кого-то еще, кто там заблестел чуть-чуть, да. Ну, с Серебряковым та же история, лучший вратарь прошлого сезона. Я думаю, что может быть они его еще и в межсезонье хотели, когда он там поиграл за Россию 25. Ключникова взяли. Серебрякову, видимо, там Адмирал не отдал. Ну, тут я тоже ждал, что вот они когда проигрывают несколько матчей подряд, это же в прошлом сезоне мы все видели, несколько поражений, все отдавать, там, обмены, там, вратарей менять, еще что-нибудь. Я думаю, а что сейчас-то уже сколько, пять проиграли, никого не меняете до сих пор. Ну вот, Серебрякова вспомнили, что летом, может быть, не получилось. Давайте час поменяем. Ну, наверное, такая логика, там, то, что Плешков. Это тут так же с Шестеркиным было. Шестеркин великолепный сезон провел в регулярке, вплыв, не играл почти. Ну, поехал в НХЛ потом выигрывать Визину. Тут две темы есть. Во-первых, про самого Серебрякова, еще тебе дам слово. То, что действительно, у них прям очень плотное общение началось с Ротенбергом, с игроками СКАП, потому что там из игроков СКАП практически состоялся сборная во время майского турне с Беларусами. Никита еще приезжал на закрытие сезона красной машины юниор. Он сам же, по-моему, москвич, если не ошибаюсь. Да он же динамовский, по-моему. Да, да, да. То есть он хотел бы играть в СКА, это прям видно. И он мог бы играть в СКА, если бы не подписал новый контракт на один год, а подписал он его, потому что был ограничен свободным агентом. И у него там были не такие уж большие диапазоны выбор. То есть он мог бы бастовать, требуя обмена, мог бы просто подписаться с Адмиралом еще на год. И там действительно была тема с губернатором. Перед выборами он не хотел показывать своим избирателям, что в любимой команде региона нестабильность. Вот они отдают лучшего игрока, еще непонятно за кого. Но сейчас выборы прошли, и Серебряков хочет там играть. При этом Адмирал, посмотрите, идет последним на Востоке, он демотивирован. Серебряков сам, наверное. Хотя он профессионал, но у него 92% отраженных бросков. И все равно, как бы, СКА его очень хочет получить. Но весь вопрос, кого надо взять назад. Потому что Адмирал бы мог, по примеру, Никишина сделать, знаешь, там 9 игроков забрать из СКА, и они были бы в шоколаде. Потому что им нужны хорошие, ценные русские игроки. Перспективные, талантливые. Да, смотрите, Адмирал, после матча последнего Сибири, который они выиграли на выезде, ему вопрос такой прямой задали. Он сказал, что нет, это все слухи, а слухи мы не комментируем. В то же время он постоянно говорит, приводит пример Вегас, где, говорит, они взяли кубок Стэнли с четвертым вратарем. И в этом же продолжении, говорит, надо два сильных там каких-то. Да, да, он подчеркивает. То есть, тут, судя по всему, что-то будет. Насчет Плешкова. Отличный парень, конечно, сыграл, но, по-моему, 20 лет всего. И потом габариты у него такие очень сомнительные. 179 сантиметров, по-моему, 73 килограмма всего веса. То есть, на большую дистанцию, 68 матчей, плов, и он неопытный. Конечно, нужно проверенный такой вратарь типа Серебрякова. Матцин тоже, я так понял, не убедил, потому что, видите, в ротацию попал. Я вообще не понял, зачем Матцин набрали. Я так понял, у него травма. Не, у него травма. Я не понял, зачем его брали вообще в межсезонье. То есть, мне кажется, на безрыбье его брали, потому что поняли, что Серебрякова не отдадут в данный момент времени. И зачем-то взяли Матцин, который был даже не Коскин, даже не... Потому что он был Николаев, был под Япольский уже. Ну, для страховки убрали, видимо, как четвертый вратарь. Но я думаю, все к этому идет. Но здесь что будет главное? Ты говоришь, 9 игроков, они же и так приперты, если не больше потолку зарплат. А у Серебрякова, по-моему, там 43 или 50 миллионов? 47. 47. То есть, соответственно, надо на столько игроков кого-то отдать. Плюс для Адмирала ведь что важно? У него, правильно ты говоришь, один год контракта, то есть, в следующие лет он уже будет свободный агент. Поэтому сейчас Адмиралу-то нужно кого-то получить за него. Ну, хорошие могут активы получить, а молодых... Потому что многие игроки, которые шли из КАТ, они стали ведущими в других командах. Так что... Ну, просто я бы на месте Адмирала не делал этого сейчас, в сентябре. Потому что... Нет, смотри, еще, знаешь, еще договорю. Если человек действительно хочет в другую команду уйти, у него не будет настроения. Лучше... Ну, как ты будешь заставлять его? Он уже головой, там, умственно, уже в Санкт-Петербурге. И потом, смотрите, я посмотрел... Комченко при этом хорошо играет. У СКА. У СКА, знаете, сколько у них уже? 35 игроков прошло в этом сезоне. Четыре вратаря, правда, Николаев еще не играл, но в заявке было. Десять защитников, 22 нападающих. Правда, среди нападающих уже кто-то ушел. Ничего нового. Тот же Мечков уже ушел. Я к тому, что ротация идет большая, и если там появится Серебряков, ничего здесь удивительного не будет. А я вот основываюсь на этих словах Ротенберга, что четвертого вратаря в Егасе взял. Благодаря ему они взяли кубок с Тенни. Я все-таки, знаете, так, конечно, Виталия журил за то, когда он свалился там в темы Тарасова, Тихонова, но задам ему один исторический вопрос в данный момент. Приготовься к нему. Но сейчас я хочу сказать, во-первых, самое главное. Спасибо нашим партнерам из Винлайна за то, что помогаете делать эту передачу. И не только эту, но и вообще линейку передач на канале рейтинг-букмекер. Винлайну спасибо. Винлайн представляет. Игра. Гол на миллион. Заходи на сайт акций, делай прогнозы и зарабатывай баллы. Выигрывай призы и главное – шанс забить гол в перерыве матча Тура и получить миллион рублей. А исторический вопрос звучит так. Может быть, так ли это, справедливо ли это на самом деле, что Ротенберг-СК – это аналогия, как Тихонов и ЦСКА во времена СССР, когда они мили всех лучших со всей страны, делали базовый клуб сборной. Ну, при том, что, конечно, сборной сейчас нет, но принцип такой же. То есть ты собираешь лучших, фильтруешь, кого-то отдаешь, кого-то оставляешь и делаешь такой концентрат. Такая сборная получается в миниатюре. И он работает, собственно, по Тихоновским методам. Роман Ротенберг – это Виктор Тихонов. Нет, не то, что прям Виктор Тихонов, по тренерскому потенциалу. Хотя Тихонов, если почитать книгу, например, Рубин, журналист такой известный был, он называл Тихонов вообще клерком. Он такой был аккуратный, помощник такой, записывал. Какой Рубин, что он эксперт, что специалист? Нет, интересно... Что он вообще в хоккее выиграл? Мнение. Мнение интересное было. То, что Тихонов начинал как клерк, потом вырос в тренер, который выиграл много. Аккуратный помощник, который стал главным и добился на этом поприще успехов. Похож ли СКА нынешний на ЦСКА времен СССР, когда он прогонял лучших? Смотри, нельзя сравнивать, потому что сейчас у нас есть и ЦСКА есть, и есть Акбарс. Раньше СКА действительно во времена Тихонова собирался их сильнейшие. Тогда был Динамо, Спартак. Не-не-не, Динамо, Спартак нет. Все сильнейшие были. Ну, Спартак вообще не мог удержать, если только наверх куда-то шли. Ну, это очень было сложно. Даже Зимина там забрали в СКА. Не в СКА, но во второй лиге в СКА имбопом, в Калинин. А потом он в крыльях доигрывал, потому что не хотел идти в армию. Что я хотел сказать-то с Билмой? Ну, подумай об этом. С Билмой, а в смысле? Нет, смотри, фишка в чем? Почему не похож? Что нет, а похож в другом. Что вот, в чем была сила Тихонова и Тарасова, что они всегда думали о будущем. То есть, они постоянно подводили молодежь со старшим. А Ротенберг не думает о будущем? Вот он думает. Вот как раз у него молодежи много. Я говорю, в чем сходство? То есть, чтобы ветераны все время чувствовали, что им спину дышат. И не расслаблялись. Если мы про ЦСКА будем говорить, то в этом сейчас проблема нынешнего ЦСКА. Что все эти ветераны, а самые высокооплачиваемые игроки все расслабились. Ну, ладно, Виталий, давай не будем рассекаться мыслью по древу. Мы поняли твою суть. Давай к ЦСКА переходи. Почему ЦСКА на данный момент, когда мы пишем эту передачу, стоит не в зоне плей-офф, а в зоне поездки в Монголию? Потому что весной КХЛ обещает провести два или один выставочный матч в Монголии среди команд, которые не вышли в плей-офф. По идее, на данный момент это Амур и Адмирал. Ну, потому что они ближе там регионально. Но если отправить туда чемпиона ЦСКА, то, конечно, себя обалдеет. Но я думаю, ЦСКА в итоге попадет в плей-офф. Но почему сейчас ЦСКА скорее ближе к Монголии, чем к Кубку Гагарина очередного? Ну, здесь все как бы на поверхности. И проблемы такие же у ЦСКА, как и у СКА. Два фактора основных. Как думаете, кто на последнем и предпоследнем месте сейчас по реализации большинства? Ну, ЦСКА и СКА. Правильно. СКА и ЦСКА. Большинство. Я специально записал. У СКА 13% реализации, у ЦСКА 10%. Представляете? С такими игроками. Уже, да. С такими игроками. Я даже не хочу сравнить с прошлым сезоном, но я посмотрел. Совершенно другая была картина. СКА почему провалился в плов? Потому что он был, ну, в том числе. Потому что оказалось на последнем месте про реализацию большинства в последние. Далее. Смотрите. Так о чем это говорит, что они на последнем месте? Ну, это кто виноват? Сергей Федоров или кто? Или что? Не, я понимаю, почему может быть... Это проблема. Не, подожди. Я на примере СКА могу рассказать. Не, не, подожди. Я тебе объясню одну вещь. На примере СКА сейчас расскажу конкретно. У них там вообще команда радикально поменялась. Им надо собирать заново большинство. ССКА-то остались те же самые люди. Знаете, в чем проблема? Я вот специально посмотрел последние игры. У них сплошные почти левороки игроки. Правой руки их практически нет. Ты про кого? Это в СКА. В СКА. Про СКА. В СКА-то. А по ССКА-то? Мы же говорим, что в СКА-то поменялся состав. Почему ССКА с тем же составом упал вниз? Ну, там то же самое. Потому что я объясню. Потому что все, и та, и другая команда, все действуют очень примитивно, предсказуемо и медленно. Там практически нет щелчков касания. Вот я, например, в СКА хочу сейчас сказать. Там слева играет Толчинский. Ему дают шайбу. Он никогда касание не бьет. Потому что он леворукий. Ему неудобно. Он должен быть правой рукой, как овечка, чтобы бить касание. То же НХЛ там вообще. Там и передачи в касании, и броски в касании. Все делают очень быстро. В СКА там получают Толчинский. Начинают обрабатывать. И все они успевают перестроиться. И ничего не получается. Смотря на то, что передачи, если с лицевой линии, то можно в касание бросать. Если синий, то нет. Да. Ну, нет. Там все идут через синий. Там у них справа играет Эли Гритсук. Последний матч со СКА играл Никишин даже. Пытался бить в касание. Все знают уже. Все готовы. Что слева угрозы нет. Все угрозы справа. А посередине там Никишин выходил, меняли Эфедот. Там все перекрывали. Потому что шайбы не долетали. То есть, все очень предсказуемо. И медленно. Но при этом СКА побеждает. Вон они проехали серию. Они проехали. Потому что у них в целом команда мощнее. А про ССКА могу сказать. Смотрите. Давайте сейчас. Подумай об этом. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Подожди. Вот я смотрю. Знаете, есть приложение такое. То есть, там показывают, как они играли раньше команды друг с другом. В том числе у них такие серии последние. Вот я смотрю, например, перед матчем Торпедо Акбарса. Я вижу. Там Трамирный Воинов, Галимус, Свечников у Акбарса. У Торпедо Гончарук, Кручинин. Перед матчем ССКА Сочи. То есть, мы выйдем уже после этой игры. Но она вообще ни на что не влияет. ССКА победит, проиграет. Хотя Сочи в серии шести побед могут и проиграть. Удивительного не будет. У ССКА никого Трамирного нет. У них ситуация такая. Нет другого объяснения, кроме как после побед, после выхода в финал. С 2018 года они стабильно выходят в финал. Не считая ковидных лет. Виталий, подожди, подумай. Да что мне подумать? Так вот, у них получается, что просто они действительно не могут настроиться. Инстинкт убийцы нет на старте чемпионата. Они понимают, что они в плей-офф будут по-любому. Но они по-любому будут в плей-офф. Я говорю, все претензии к лидерам. Вот я взял первую десятку по зарплатам. Акулов на сегодня 0 плюс 3. Григоренко 1 плюс 4. Дицын, защитник 1 плюс 4, но минус 3. Мамин 2 плюс 5, единственный нормальный. Слепышев 1 плюс 1. Короткая предсезонка. Плотников 2 плюс Нестеров 2 плюс 0. Нестеров 2 плюс 4. И Каменев 0 плюс 2. То есть, смотри, у них 9 игроков, которые получают в сумме 560 миллионов, забросили 10 шайб. Для сравнения, торпеда Атанасов. Один забросил 6 шайб, которые получают 5 миллионов. И, кстати, предсезонка была тоже короткая торпеда. Да. У торпеды, извини, общая сумма зарплаты 360 миллионов, 355. Нет, 360. А у ЦСКА 9 игроков, 560 миллионов, которые получают, забросили 10 шайб. Вот тебе ответ. В ЦСКА примерно то же самое. Толчинский 1 плюс 5. Кадейкин 0 плюс 2. Два самых соколопатичных игрока. Вот Горяченюк наконец стал забивать 4 шайбы. Два дубля сделал. Горяченюк 1 плюс 1. Лайпсик 1 плюс 2. На последний матч его вообще посадили. В запас не играл. Вот Алисов Норманд 3 плюс 6. Но ты думаешь, что весной... Не играют по самому соколопатичному игроку, которые должны делать результат. Вот чем проблема. А ты думаешь, что весной Торпеда будет демонстрировать такой же свежий вдохновенный хоккей? А почему должно быть иначе? Прошлый сезон показал. У них состав практически не изменился. Потому что не хватит сил на весь год. Ну, в прошлом году хватило. У кого? Торпеды? 0-4 во втором раунде. Ну, вот не хватило. Ну, извини. Ну, вот я и говорил. Плов они вошли. Не хватило. А ЦСКА прибавят в декабре и накатят на концовку. А я тебе приведу пример магнитного. Концовку. Прошлый сезон, помнишь, как они мучились? Позапрошлым они вышли в финал. И в последнем матче только проиграли ЦСКА. Вели по ходу финал 3-1. И в прошлый сезон полностью провалили. Помнишь, мы все думали, как их заставить играть? И все думали, ну, на плов они что-нибудь покажут. Нет. Они что-нибудь показали. Автомобильцы они обыграли. Потому что там какой-то калейдоскоп ошибок был. Рикошетов и все. Матсон сломался. Да. И, кстати, рикошеты, да, были. И в итоге, к чему он кончил? Воробьев ушел. То есть, сейчас можно, конечно, надеяться, что ЦСКА заиграет весной. Но пока никаких оснований нет. Мы как-то оснований вообще. Пытаемся проблемы ЦСКА решить за счет премьера с магниткой. Это абсолютно разная история. Почему разная? Ну, то же самое. Там он играл в финале. Это ладно, все понятно. Ответ-то какой? Кто виноват-то? Кто крайний? Что делать? Виталий, подожди. Я думаю, тренеру виноват всегда. Виталий, подожди. В твое мнение. Какой опыт ЦСКА? А я, Виталий, понял, он пытается как-то вот это все... Нет, я логик. Нет, давай еще про тренера скажу. Какая логика? Я тебе объяснил. Две причины. Большинство не работает. И ведущие игроки ничего не делают. Не забивают. Но они сезон еще не начали. В голове у себя. Ну, как уже месяц отыграли? Они в голове не начали. У себя сезон. Они начнут сезон в ноябре, в ноябре. Вопрос тренера. А почему ты не дал по голове? Почему они не начали сезон? Почему они не играют? Потому что тренера тоже устраивают. Тренер Михайловской и опыта. И он понимает, что плохая ложь начинает с головок. Ничего не устраивает. После того, как они обыграют локомотив, Федоров сказал. Федоров сказал, теряя надеюсь, мы будем играть в таком стиле. Два, три, четыре, пять, десять. А лучше один дали матч. А когда они проиграли Сочи, он сказал, я вообще готов к любой критике. Я вообще не узнал команду. Мы проиграем в скорости. Во всем проиграли. В Северстале. То есть, он сам обескуражен. Он не знает, что делать. Там нужно прийти Тарасов и всех разогнать. Ребята сказать, вы за что деньги получаете? Андрей, вопрос к тебе. У них впереди матч Сос-СКА. Это будет через неделю. Неделька с хвостиком. Дней десять. Неделя. И от этого матча зависит многое. Потому что, мы помним, недавно был у них матч ССКА. Обыграл ССКА на старте того, по-моему, сезона 6-2. Там было 5-0. Там был полный разнос у них. Помнишь? Вот когда... У них сколько? Шесть матчей, да? В чемпионате. И у них первые там матчи ССКА доминировал. Потом же ССКА наладил игру против СКА. И выровнял сезонную серию вот эти в регулярке. И даже чуть ли не выиграл ее. Но поначалу СКА, я помню, был матч вынос вообще там. ССКА со счетом 6-2. Если это все повторится, что-то такое подобное, кошмарное, могут ли Федоровы за это снять? Я думаю, да. Я думаю, да. Потому что это мы здесь сидим и рассуждаем. Вот эта плохая лошадь начинает с Галопа. Вот это вот все. Мне кажется, что ССКА это клуб, который мы помним. Там Никитина уволили после того, как человек был в финале. И человек готовил команду к новому сезону. А потом в какой-то день выяснилось, что уже и не надо. И Сергей Федоров стал главным тренером. Вот так. Хотя ничего вроде не предвещало. Поэтому мне кажется, что ССКА, да, если еще они немножечко попроигрывают и проиграют на самом деле вот этот матч СКА или может быть еще каким-то принципиальным соперникам, ну каким-то топ-командам, то я допускаю, что какие-то перестановки... Какие-то перестановки начнутся, да. Что там все сказали? Про ССКА, да. Или уже уволили? Уже передали, что да. Близок, да. Все хорошо. Кто нас слышит там у тебя? Скажи, пожалуйста. Это из ССКА. Если не нас слышит, не скажи, пожалуйста. Два момента. Во-первых, это было бы невероятно, потому что Федоров, тренер, который за карьеру не проиграл ни одну серию. Увольнение Никитина. Это было что, предсказуемо? Во-вторых, просто кого туда ставить? Не, Никитина убрали летом. Хорошо, а Федоров был такой прям вариант. Вот прям все думали, когда... У него было время перекрутиться кауч, а Кравчука, получается, надо делать, главное. Если он как вот, по преемственности. Типа убрали Федорова, поставили Кравчука. Ну, Федорова не было в тренерском штабе Никитина. Его же взяли, поставили. Но у него было время. Это было лето, июнь. У него было время подготовиться, понять что-то. И то он там первые полчемпионата кувыркал. Ну да. Ну, я не знаю, кого. Я думаю, что это будет, конечно, большая ошибка. Все-таки ЦИСКА надо проявить терпение и дождаться делать и не сделать хит-рик, взять три кубка подряд. Но мне кажется, это будет совсем другой ЦИСКА во второй половине чемпионата. Хотя посмотрим, как все это будет. Сменим тему еще раз. Ты работал на матче Магнитки. Это, кстати, опять же показывает, насколько все меняется в этом чемпионате. 68 матчей. Сейчас серия победная, мы команду хвалим. Сейчас вот Магнитка начала проигрывать серию с поражений. Три подряд. И получилось то, что ее... Там они два очка все ругают. Кризис Магнитки. Разве плохой? Разве недовольны игроками? Как все поменялось? Нет, никто пока не ругает его. На данный момент они на первом месте на Востоке. Вижу отзывы. И они на первом месте на Востоке при этом. На Востоке чего ругать-то? Чего они на выезде? Чего делала Магнитка в матче с Куни Луэм? С Куни Луэм, мне кажется, они забили две в середине первого периода. И почему-то решили, что мы доиграем этот матч и дальше, не особо напрягаясь. А все равно Куни Луэм, чтобы про него не говорили, там все равно мастеровитые игроки, никто не может из них потенциал этот вытащить. Все эти годы. А в других командах мы видели прекрасно, как тот же Грубец, перешедший из Куни Луэм, привел авангард кубку. Я думаю, что вот эти игроки, оказавшись в других командах, они могут быть на лидирующих позициях. И, в принципе, они выдали хороший третий период. Реально, третий период был хороший. То есть, это Куни Луэм выиграл? Нет, проблема Магнитка. Ну, Магнитка позволила. То есть, если бы Магнитка... У меня было ощущение, что Магнитка не играла на 100% просто. Вот они забили два, и вроде нормально, и катаем там дальше. Ну, вот и докатались. А Куни Луэм вышел очень хорошо, провел третий период, выиграл матч. И у меня, на самом деле, вопрос-то... Вот он такой, что... Ну, ладно, Куни Луэм проиграли, там, ЦСКА проигрывает Куни Луэм вообще регулярно. Но мы привыкли считать Андрея Разина в Северстале, когда он тренировал, таким вот мастером камбэков. То есть, вот в прошлом сезоне, когда играли в Северстале Магнитка, там Разин же с 0-3 вернулся, и Северсталь выиграла матч. Теперь сам Разин отдает также матч с 3-0 той же самой Северстале, уже которую тренирует Козырев. То есть, в поездке Магнитка отдает матч в Череповце, ведя 3-0. Потом через матч отдает в Мытищах игру, ведя 2-0. То есть, как Разин, который сам камбэки совершал, позволяет теперь против себя вот так же возвращаться другим командам. У меня было такое чувство, вот когда они проиграли в этом Череповце, невероятный вот этот матч, там вели 3-0 и проиграли 5-6 по гулитам, да? Типа того. 4-5. 4-5, да. То, что там был местный день города, день металлога. И Разин приехал, вот, ребята, я вас поздравляю с домом металлога. Подарок, подарок. А Мытищах что было? А вот что было Мытищах, да, непонятно. Мне кажется, что вот чуть-чуть там тренерский штаб заигрывается в ротацию, потому что я посмотрел там тоже вот есть вроде какой-то запас игроков там, по сравнению с Локомотивом, они, по-моему, 5 или 6 человек поменяли. Хотя, ну, да, они проиграли матч Локомотива, но там какие были предпосылки прям менять столько людей, не знаю. То есть Магнитка еще не стала такой, знаешь, большой силой на Востоке. Она еще строится, да? Ну, мне кажется, да, она строится. Я вот так смотрю, там, например, тот же Робин Пресс, понятно, он был у Разина в Северстале лидером, но он как-то, я не вижу, чтобы он в Магнитке, там, не знаю, показывал хоккей лучше, чем Егор Яковлев, например, да? Ну, Яковлев это все-таки очень большой игрок. Чуть-чуть вот на второй, ну, там Дронов выдвинулся на первый план, хорошо, Дронов прогрессирует, он был в Магнитке, но, ну, мне кажется, вот как-то так, они сейчас перераспределили немножко статусы, как бы, вот эти лидерские, да? Когда Яковлев, который был капитаном, летом на претензонке мы видели, что уже под вопросом было, да, капитанство его, то есть там давали нашивки разным игрокам, как-то вот они чуть-чуть функции перераспределили, и, ну, не знаю, мне кажется, они еще как-то так сами не поняли, где на кого рассчитывать. Егор Коробкин сейчас лучший бомбардир «Металлурга». Ну, хороший игрок. Ну, неплохой, да, но… Виталий, вот по поводу «Кунь-Луни», смотри, там Виктор Игнатьев, тренер. Игнатьев. Китайцев, да. Игнатьев. Игнатьев. Викторс. Юрьевич. Юрьевич. Он же сказал одну из причин, что они свежее были, они же четыре дня отдыхали. «Кунь-Луни»? Да. Ну, не четыре, по-моему. С четыре, с двадцать третьего. Ну, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой. Ну, три дня. А я же играю через день и на выезде. На третий период просто… Я-то не видел матча, но такого счета, что просто их не хватило. Ну, Игнатьев об этом сказал. Они же сравняли счет на пятьдесят четвертой минуте, да, или на какой-то… Ну, где-то там, но там был удаление совершенно… На пятьдесят восьмое удаление. Сравняли счет. По идее, магнитка, значит, должна была забирать три минуты до конца, не удаляйся, там, и все. Но все-таки из-за этой пояски два очка-то они взяли, на первом месте не остаются. Они ближайший матч с Салаватом будет, да, в Уфе? Да, сил. Ну, вот он многое проснет. Я думаю, должны настроиться на это. Ну, два очка взяли, но три поражения подряд все равно. Ну, как я говорю, вот Уфа покажет. Мне кажется, пока там ничего страшного нет. Магнитки. Напоследок, перед традиционной викториной, обсудим тему легионеров. Виталий любит эту тему очень сильно. Кэмерон Ли из Амура, указом президента страны, получил русское гражданство. Не спортивное гражданство, он еще считается легионером нашей лиги. Это впереди, видимо. Может быть, даже в этом сезоне он не будет считаться россиянином в лиге. Но у него же есть российский паспорт. И это второй случай, да, после Минелла. Второй, да. Борис Майоров раскритиковал это решение, потому что он сказал, почему так сразу получилось? Сколько ли играет в нашей лиге? Второй, по-моему, уже. Да, он говорит, надо лет пять там, чтобы это прошло. Было вот это, кстати, знаменитое интервью Никиты Задорова на Ютубе. И у него спросили, сколько тебе осталось до американского гражданства? Он говорит, мне еще пара лет осталось. То есть он играет кучу лет в Северной Америке, и ему еще надо пару лет ждать, чтобы претендовать, пока у него там грин-карта. То есть это показывает, что в Америке не так просто получить американское гражданство. У нас они получают. И при этом, при этом речь идет об Амуре. Но есть легионеры там в Адмирале, да, вот этот, конечно, там Тайлер Грауватс меня прям потрясает. Я не устаю писать о нем в Телеграме. Я начал за ним пристально следить после того, как Леонид Тамбиев, главный тренер Адмирала, разнес своих легионеров. Не называя их фамилий, после матча с Динамо, да, они там проиграли в одну шайбу Динамо, но он посадил этого Грауватса, несчастного, в третьем периоде. Я посмотрел в следующем матче, как Грауватс играл против СКА, и у него 2.17 по вбрасыванию. То есть как вообще канадец может иметь 2.17 по вбрасыванию? Но это же канадец, это канадский центр, у него 2.17 по вбрасыванию. Я просто это не понимаю. Это в Динамо? Против Динамо? Против СКА. Ну там в СКА хорошие центры, я не спорю, но при этом тотальный провал. У Тамбиева, кстати, ни одного опроса ему не задали на пресс-конференции, я думал, он опять ему разнос устроит. Нет, он просто так, он был мрачнее тучи, они проиграли тоже там в одну шайбу, он сказал, матч мне понравился больше, но прямо на него было больно смотреть. И 40 миллионов, ты любишь цифры считать, Грауватс получает. Ли не Грауватс, да, есть хорошие легионеры, да, то есть мне нравится, как там спунер писался в авангард, но в целом, что ты, Виталий, думаешь об этом всем? Да что об этом думать, ну это безобразие вообще, не знаю, что происходит. Ротенбергу вопрос задали тоже на эту тему, что там с Лапсиком. Да, он сказал, это все решается на самом-самом-самом верху. Я только одно обоснование видел, если бы этот игрок нужен был в сборной России, если бы нужен клубу какому-то, в какой стати мы какие-то решают проблемы клубов. Ну вот же пример есть, торпеду, ну подтягивайте свою молодежь. Вот взять ту же Северсталь, там такой Иванцов появился, центр, парень, 20 лет, он такие голы, такие булиты, такие передачи, как он с ЦСКА великолепно же сыграл. 20 лет парень, центр, а мы то Ли, то Минелло. С Минелло, я просто вообще возмущен, правильно ты говоришь насчет процедур. Он полезен, Динамо, да? Нет, нет, да давай, не про то, смотри. Это не полезен, а гури. Экзамен по русскому языку они сдали? Сомневаюсь. Какой-то строк они должны, там 5 лет, сомневаюсь. По рестягу, смотрите, что сказал президент Динамо Воронин, сказал в августе, я специально цитату взял. Он практически сразу же сказал, что готов принять российское гражданство. Написал, приехал, прошел все процедуры и кроме основных атрибутов даже принял военную присягу. У меня вопрос, а что он курс молодого бойца прошел вообще? Господи. А как военная присяга принимается? Ну, что это такое? Мы что, игрушки что ли, отдаем гражданству? Что это такое вообще происходит? А что плохого в том, что россиян становится больше защититься? Да он сборной не нужен. Он занимает места своих игроков, молодежи. Там Динамо, куча молодежи. Задавайте им место, пусть свои играют. Как они играют? Опять же, ну что, он торпеда... Тадошоффа младший привез тут, с кем они играли в последний матч. Торпеда, Сверстань, ну куча игроков своих. Ну, подтягивайте их. Нет, мы этих тянем. Кик Минеллов. Я понимаю, дали бы Ягру гражданству. Это же вопрос-то в том, вот... Хотел бы Ягру? Или Макдэвиду. Я руководитель клуба, да? Ну, мне вот до сборной вообще... Это руководитель, а почему там дальше-то, почему? Куда смотрят? Вот я руководитель. Если он для сборной нужен, то не заменимый игрок. Мне здесь и сейчас проще натурализовать иностранца, чем вырастить своего. А завтра меня, может, уволят уже, пока я буду молодого выращивать. Вот, а результат нужен сейчас. В этом звене нет неправильных решений, кроме вот этих морально-этических, да? То есть, руководитель клуба может подать на гражданство. А здесь никак военную присягу могут принять человек. Иностранец может на это согласиться. Как вот это дословно... Президент страны это решение принимает, и что здесь не так? Нет, как он принял военную присягу? Кстати, когда Кэмерон Ли... Не пройдя курс молодого бойца. Когда Кэмерон Ли принял, располучил российское гражданство в Италии, там, я посмотрел специально, зашел по ссылке, документ опубликован на сайте президента, там четыре страницы, там куча людей. За него поручили степо или что? Куча людей получили российское гражданство. А, среди прочих? Среди, да, прочих наций, да, там, и армяне, и таджики... Ну, мы про хоккей говорим. Нет, я... Может быть, там какие-то ученые, без которых наша наука не может прожить. Четыре страницы, да, такие. Ну, мы-то говорим про хоккей, мы же знаем, что это игрок, что никогда... Чем он хуже любого из тех на четырех листах, причем это публикуется... Может, они сдали экзамен по русскому языку, может, они прожьют... А может, нет. Ну, вот, может, может, я тебе говорю, ты говоришь, чем хуже. Короче, ладно, Виталий, я твою мысль понял. Я говорю о том, вот так свести, там можно сейчас... Я с Барисом Айером полностью согласен. Порассуждать и про брак, которого Барис выставил на драфт отказов. Но Барис – казахстанский клуб. В целом, конечно, хотелось бы увидеть побольше качественных легионеров в нашей лиге, потому что там такие, как Грауас, который мне не очень нравится. Что ты тут привыкнул? Ну, мне не понравился, не нравится он мне, да. Может, еще заиграет. Может быть, но он не заиграл в двух клубах КХЛ, и зачем-то Адмирал его взял, заплатив 40 миллионов. Мне просто не нравится в этой ситуации, потому что Адмирал действительно висит на волоске. А он зависит от хорошего вратаря, как ты правильно давал схему, от трех иностранцев, с которыми надо попасть. Вот какой-то клуб попал с иностранцами, как Сочи, да, они на коне. А у Адмирала просто промах за промах. Этот Фьори, Грауас, Колби Уильямс, я не знаю, насколько он хороший. Мне тоже не впечатляет, но доволен был в том еще сезоне. Тамбиев из того сезона тянется. Так что должны быть качественные ребята, и поэтому лимит на легионеров сократили, для того, чтобы более тщательно искали хороших легионеров. Я с тобой согласен, Адмирал, ведь нет своей школы, там только недавно клуб организовался. Действительно, нужно помогать как-то игрокам. Поэтому я возвращаюсь к теме Серебрякова, что они за него могут из ССК взять хорошую молодежь. Им нужно, видимо, отдавать. И как раз они встряхнут команду. Потому что я так точно не знаю, похоже на проблему с ССК, как они в прошлом году прыгнули выше головы. Конечно, там много ведущих ушло, но я немножко успокоился с ребятами. Потому что сам же тренер Тамбиев говорит, что я не узнаю их, они делают такие ошибки, я говорю все никакую, как стенку бьюсь головой. Он действительно уже не понимает, что происходит. Не может их заставить играть так, как они делают в прошлом сезоне. Хотелось посмотреть на Тамбиева в более сильном клубе, где у него будет более качественный материал людской, из которого можно построить более интересную команду. Потому что тренер хороший, но при этом, мне кажется, он в Адмирале. Сейчас потянуть хотя бы троих, четверых, не девять человек за Никишина. А Амур – это отдельная история. Я думаю, что у Грава Уотса прокачают. Мой коллега по Мачтову Александру Оголеву взял интервью, кстати, у местного, кто он там, губернатор, да, Дегтярев? Губернатор, да. Да, губернатор, да. И он так говорил, действительно подтвердил, что у них цель в 26-м году взять кубок, но при этом объяснил, что это просто мы ставим максимальные цели, чтобы мотивировать команду, мобилизовать вот это все хоккейное движение в регионе. И, то есть, там тоже были наполеоновские планы у них, и то, что они натурализуют этого Ли, это плюс один легионер, который сделает Амур сильнее. Паша, единственное, правда, я начал Хабаровску, просто не очень охотные игроки. Вот я не знаю, насколько у него контракт у Ли, если хотя бы сезон на три, хотя бы закрепить игрока. Ну, Бродхерс приехал. Ну, Бродхерс, ну, я не знаю, насколько на сезон там вообще приезжают. Ну, чтобы на Дальнем Востоке закрепить хотя бы игроков таких более-менее качественных и как-то строить команду. Ну, Шулак был доволен, когда играл в Дальнем Востоке. То есть, он просто пошел на повышение потом, в авангард, и получил... Сейчас бы такого Шулака, потому что был там Беев просто в восторге от него. Давайте перейдем к викторине нашей, уже ставшей традиционной. Вот, я хочу ввести такую новую фишку в нашей передаче. Мы оставим в описании в комментариях счет, куда вы можете сделать донат, и этот донат позволит вам задать тему, одну из тем будущих передач. То есть, вы там, ну, разумеется, не три копейки переводите, переводите там от тысяч, от двух, да. И напишите там в описании, когда вы делаете перевод, какую тему вы хотите, чтобы мы осветили, и при этом укажите своими имя и фамилии, чтобы мы вас поблагодарили. Так что делайте донаты, это тема очень такая популярная в Ютубе, и мы хотим проверить, насколько отдача в нашей аудитории есть. И можете, кстати, написать донат специально, например, для Виталия, или для Андрея, или даже для меня. Ну, то есть, вы так можете делать целевой донат. Счет пальца Бобби Хала, ты имеешь в виду? Да, вы делаете донат, пишете, Виталий, расскажи мне про то-то, про то-то. Виталий вас в следующей передаче благодарит лично, и рассказывает, раскрывает эту тему. Так что, мне кажется, будет интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. По крайней мере, это, мне кажется, дополнительная опция для вас, чтобы вы задавали тему. Может, вы хотите, чтобы мы рассказали о хоккее в вашем городе. У вас, может, небольшой город, там хоккей только развивается. Вот я был недавно, кстати, в Астрахани. Мне очень там понравилась такая классная хоккейная движуха. И Виталий будет готовиться, или там я подготовлюсь. Расскажем вам про астраханский хоккей, все, что мы об этом знаем, все, что мы об этом думаем. Виталий, что ты знаешь про астраханский хоккей? Не знаю. Вот, будешь готовиться, будешь готовиться, да. Тема, передача называется, точнее, Викторина 10 шайб. Максимально 5 вопросов ребята предлагают своей темы. 5 вопросов, можно максимум набрать 10 очков. И тема, которую, начнем с Андрея. Начнем с Виталия, на этот раз, пожалуй, да, с Виталия. Тем более, Виталий у нас любит по ветеранам специализироваться. И недавно было 90 лет Скотти Боуману. Ого, уже 90. Скотти Боуману, да, уже. Боуман бодрячок, вот, Игорь Ларионов, я с ним общался как раз недавно. В следующей передаче мы будем говорить о торпедо, напомню вам. Вот как раз я с Ларионовым поговорил, он передал привет Скотти и сказал, что торпедо играет по лекалам великого Боумана. Вопрос в том, какое настоящее имя Скотти Боумана. Потому что Скотти, это производное от Скотт. Это его второе имя, как у нас отчество. То есть, ты, Виталий Евгеньевич Славян, и Евгеньевич Скотти Боуман, и ты, Евгеньевич Славян. И тебя все знали как Юджин. То есть, ты понимаешь. А у Скотти Боумана есть первое имя. И вот, и какое оно? Такие вопросы откапываешь. Ну да, да. Ну вы это, да. Вы можете это не знать, но у нас есть четыре варианта ответа. Ну то есть, уже самое интересное, что Скотти Боуман, это не имя его прям Скотт. Он не Скотт. Он... Ну я готов на четыре ответа. Погремуха. Готов. Ну давайте, ладно. Давайте. Бен, Виктор, Джонс, Уилли. Джонс. Надо нажать кнопку, если вы хотите ответить. Да. Давай еще повторю. Бен, Виктор, Джонс, Уильям и Виталий. Пять вариантов. Виталий Боуман. Давай Бен. Бен. Это неправильно. Андрей, можешь даже... Виктор, Джонс, Уильям. Уильям? Уильям. Это правильный ответ. Одна шайба твоя. То есть, его зовут Уильям Скотт Боуман. Скотти. Виталий, ты взял Скотти Боумана и проиграл на своем поле. Вопрос этот матч. Ну, а вопрос как? Ты хотел спросить, чтобы я спросил, кого он тренировал, что ли? Баффало, Питтсбург, Детройт. Это все знают. Тема Андрея. Яромир Ягар. Это не моя, это из комментариев. А, из комментариев, да. Это я просто написал что-то, потому что я в комментариях видел. Вы, кстати, заглядывайте в комментарии, потому что там предлагают интересную тему, которую вы можете подхватить и вкрутить в викторину. Яромир Ягар. Тут придется поднапрячься. За сколько клубов НХЛ он играл? Количество ты назовешь, да? Да. Давай. Я знаю. Ты знаешь, что? Я прям считал. О, прикол. Ну, я, конечно, могу ошибиться, но... Давай посчитаем еще раз. Это Питтсбург, Вашингтон, Рейнджерс. Это до локаута потом он поехал в Россию. И потом... Филадельфия, Даллас, Бостон, Флорида. Филадельфия, Калгари и... Нет, ты не все клубы должен перечислить, ты должен назвать количество. Я понимаю, но мне кажется... Ну, ты в правильном направлении идешь. Кажется, я забыл. Ну, ты просто назвай цифру одну. Ладно, 9. 9, это правильный ответ. 9, действительно. Ты забыл, да. Ты сейчас пока считал. Нью-Джерси ты забыл. А, точно. Нью-Джерси, да. Да, но нужно назвать было просто количество. Да, я просто... Лишь он считал. Я считал. Я бы не ответил, на самом деле. Там надо вспоминать. Да. Виталий на своем поле может сократить разрыв в счете. Александр Мальцев. Александр Мальцев. Кстати, любимый хоккеист многих больших людей нашего хоккея. Например, Александр Медведев, первый президент КХЛ, говорил мне, что это его любимый хоккеист. Почему он так был любим? То есть, в советское время же было много игроков в ЦСКА, красиво играл. Он просто красивый, да? Нет, играл красиво. Я, конечно, извиняюсь, но Путин под 11 номером играет в свои матчи. Нет, я думаю, это номер Якушева. В смысле, Путин под номером Якушева играет? Он под 11 играл в Спартаке, а Мальцев играл под 10-м в Динамо, а под 11-м в сборной. Ну, ладно. Так или иначе. Этот вопрос будет очень похож на... А может, еще Фирсф играл под 11-м? Это неизвестно. В общем, три варианта. Этот вопрос будет очень похож на тот, который был в предыдущих передачах, по аналогии. Какое воинское звание у Мальцева? Давай я напомню, подумай еще. У нас был вопрос в одной из предыдущих передач, какое воинское звание было у Валерия Харламова. В 33 года он погиб, и Андрей угадал на Абум, что он был майором. Мальцев жив-здорово, дай бог ему здоровья. Жить до 100 лет, как минимум. И у него есть воинское звание. Ну, и майор тоже. То есть Харламов был майор? Ну, ты не угадал. Я за два пойду. Ну, гад тоже, да? То есть будет полковник. Мальцев? Полковник запаса. Представляешь? Полковник запаса Мальцев. Нет, недооценил я его. Да. Как он может быть майором, если и Харламов был майором? Думаешь, он прямо в 33 года потом не получал звания? Он же там был в системных частях, там, да, команды. Вот, полковник. Стал полковником. Так, тему предложил Андрей нам Денис Куляш. Денис Куляш, знаменитый наш игрок, защитник. Денис Куляш участвовал в трех матчах звезд КХЛ. И был в 2011 году звездный уикенд КХЛ в Санкт-Петербурге. И там Денис Куляш, который славился своим могучим щелчком, установил новый мировой рекорд на силу броска. Побив рекорд с Дэна Хара из Бостона. То есть, знаете, мы любили так вот, когда в КХЛ там кто-нибудь щелкнет, ба-бах, такие все, мы там побили Хару. При том, что Инхэл не соглашалась с этим, потому что мне говорят, вы непонятно, как ставите датчики все вот это, и Хара вообще, как его можно побить. У Хара был рекорд 170 километров в час. И Куляш его перебил. Назовите, какой рекорд, какой вообще. Результат тогда показал Куляш от 170. Но то, что Куляш, это же еще потом рекорд Кулеша тоже был. Перебил Рязанцев. У Рязанцева было 183. В 2011 году Куляш побил Хару. Он бросил больше, чем 170. Вы можете, понятно, спокойно дождаться 4 варианта ответа, а можете, Виталий, тебе уж сам Бог. Да, мы 4 варианта ничего не дадут. Давай тогда. 173. Нет. Ты не близок. Я могу дать 4 варианта. Давай, 4 варианта. 172, 178, 183, 189. Нет, ну куда? 183, это Рязанцев. 189, это не то не бросал. Что, 172 был не близок? 172, 178, 183, 189. Ну 178, значит. Правильно. 178. Это же просто логично. Куляш бросил на 178. Точнее, 177,58. 177,58. Ну, собственно, он за этим и славился. То, что его брали в сборную, там его любил Крикунов приглашать. То есть человек такой, бабах, и все. Потом работал тренером Денис недавно. Он сейчас работает, по-моему, в капитане, в этом Штупинском. Да, да, да. Что-то такое. Да, тренерской стезе идет. И заключительный вопрос этой передачи. Виталий Славин, конечно, придумал вопрос. Положение вне игры. Я сегодня вне игры уже. Да. Если твоей команде забили гол из офсайда, что в данном случае может сделать тренер того клуба, который пропустил гол? В смысле, что можно делать? Ну, твоей команде забили гол из офсайда, ты тренер. Ну, запрос вне игры. Челлендж. Правильно, Виталий. Ну, это очень, да, простой вопрос, но... Хорошо. Да, да. Ну, а как еще? Я думал, на самом деле, думал... Ничего себе придумали, да? Думал загадать, там, в каком году вы ввели, но так и не нашел правильный ответ, потому что вы ввели вообще непонятно когда, там, в каком-то там... Кстати, было раньше в хоккее правило, что ты не можешь отдавать пас вперед. Это считалось фоллом. Да, как прыгби. Да, да, да. Но потом ввели офсайд, и это правило исчезло. Так что, пишите все, что думаете об этом передаче, делайте донаты персонально Виталию, как минимум, и предлагайте темы для будущих передач. Пока-пока. Горку опять собирать. Оп, оп.